В эфире служба новостей Саров-24 в студии Кирилл Васенин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В нашем городе прошли традиционные крещенские купания. Фестиваль снежных фигур, семейные стафеты и спортивные состязания. Праздник для любителей зимних видов спорта на лыжной базе. 3-4 в пользу кстово хоккейный клуб Саров Инвест провел домашнюю игру в рамках областного чемпионата. Далее расскажем обо всем подробно. 19 января православное сообщество отметило праздник Крещения Господне. Считается, что в этот день Иисус вошел в воды реки Иордан и принял Крещение от Иоанна Предтечи. Отсюда и появилась традиция каждый год в честь одного из главных православных праздников нырять в прорубь или купель. В ночь с 18 на 19 января сотни сыровчан пришли на озеро Боровое, чтобы окунуться в прорубь. Перед тем, как окунуться в прорубь морозной январской ночью, специалисты советуют несколько раз взвесить все за и против. Несмотря на то, что верующие наделяют Крещенскую воду целительной силой, перед купанием полезно объективно оценить состояние своего здоровья и погодные условия. И только потом, собрав волю в кулак и отбросив в сторону все страхи и опасения нырять в прорубь. Как водичная? Сегодня очень теплая, хорошая вода. И погода замечательная. Лучше купаться в минус 10 примерно. Сегодня тепло. Вера наша такая православная и одновременно, как вид для здоровья, тоже полезно назовем. Все вместе совместить. Прорубь в водоеме, сделанной специально для купания в священные праздники, носит название Иордань. Подготовка места перед традиционным православным обрядом начинается заранее. Для горожан, желающих искупаться в холодной январской воде, оборудованы обогреваемые переодевалки. На месте дежурят спасатели и медики. Здесь провели заборы воды, проверили наличие ненужных бактерий, почистили дно, облагородили спуски и ограничили, чтобы случайно никто не ушел на глубину. Медики не рекомендуют перед купанием согреваться горячительными напитками, а перед заходом в воду следует дать организму привыкнуть к минусовой температуре. Новичкам рекомендуют находиться в проруби не более 15 секунд. Поддержание тела, духа. Крещение – один из главных православных праздников, а купание в этот день со временем стали не столько обрядом, сколько народной традицией. Воду заранее освещают. Вообще считается, что вся вода на крещении и несколько дней после него имеет особые свойства. Поэтому ее полезно пить и умываться ею по утрам. Целебная энергетика воды сохраняется в течение трех суток. Сотрудники госавтоинспекции провели операцию автобуса. Основная ее цель – снижение аварийности на городском общественном транспорте, усиление контроля за соблюдением требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения при пассажирских перевозках. В ходе операции сотрудники ГИБДД выявили пять нарушений. Чем еще запомнилась прошедшая неделя сторожим правопорядка, расскажем в следующем сюжете. Более 50 водителей на прошедшей неделе нарушали правила дорожного движения. Семеро не пропустили пешеходов на переходе. А еще саровские полицейские составили административные протоколы за неправильную тонировку стекол, ненадлежащую перевозку детей и вождение в нетрезвом виде. По словам начальника саровского ГИБДД, за неделю произошло 16 ДТП. В двух из них пострадали люди. Одно произошло по дороге на Кремешке. Водитель автомашины Киа Соренто, который поехал на родник в это время, водитель он 65-го года рождения, совершил наезд на тюбинг в простонародье ватрушкой, на которой с горки спускалась несуществолетняя, 2008-го года рождения. Как итог, любительница активного отдыха получила телесные повреждения в виде ушибов. После осмотра врачами была отпущена домой. Как пояснил водитель, он просто не заметил спускающегося с горки ребенка. Не увидел помехи на перекрестке с Симашкой Курчатова и водитель девятки. Поздно вечером в субботу он не предоставил преимущества автомобилю, двигающемуся по главной дороге. В результате ДТП два пассажира, автомашина Ford Focus и ее водитель, получили телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей головы. Одним из пострадавших оказалась девочка 2012 года рождения. После осмотра врачами приемного отделения все пострадавшие были отпущены домой. Сотрудники дорожной полиции напоминают, что скоростной режим и дистанцию до впереди идущей машины необходимо соблюдать, исходя из погодных условий. Старшему тренеру-преподавателю Саровской школы Олимпийского резерва «Атом» Елене Седовой присвоено звание заслуженного тренера России. Елена Сергеевна вместе с супругом, заслуженным тренером России Николаем Седовым, воспитывают победителей и призеров как российских, так и международных соревнований по лыжным гонкам. На сегодняшний день в Сарове шесть заслуженных тренеров России. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 25 января на улице Симашка частично перекроют движение. Проезд автомобилей запретят от дома номер 8 до пересечения с улицы Зернова. Напомним, в этом году улица Симашка будет расширена до четырех полос. Это позволит решить многолетнюю проблему с пробками, которые в часы пик серьезно замедляют движение на улице Московской и проспекте Музруково. В общей сложности движение на разных отрезках улицы Симашка будет ограничено до декабря текущего года. В МЧС предупредили о резком похолодании. По данным спасателей, в ближайшие дни температура воздуха в Нижегородской области опустится до 15-20 градусов ниже нуля. В избежание пожаров граждан просят не использовать самодельные и неисправные электроприборы, а также не включать для обогрева газовые плиты. Саровских школьников приглашают принять участие в инженерной смене юниоры AtomSkills. Она пройдет в Новоуральске с 24 по 31 марта. Заявки от желающих уже сейчас принимают на официальном сайте Академии Росатома. От ребят требуется написать эссе на одну из предложенных тем, после чего ждать результатов отбора. Имена победителей станут известны 21 февраля. По словам организаторов проекта, участниками смены станут около 80 школьников в возрасте от 14 до 17 лет со всей России. На лыжной базе прошел Общегородской день снега 2019. Он проводится по инициативе Международной федерации лыжного спорта. В этом году саровчане приняли участие в фестивале зимних фигур на тему русских сказок, посоревновались в самом длинном спуске с горы на сноутюбинге, сдали нормативы ГТО. Подробности в следующем репортаже. Всемирный день снега организован в Сарове уже в шестой раз. Из года в год этот праздник набирает всю большую популярность. В этот раз, по оценкам организаторов, его посетили более 2,5 тысяч саровчан. В рамках Всемирного дня снега прошел день единых действий и день зимних видов спорта. С целью привлечения большего числа людей к занятиям спорта в зимний период времени, а также активный отдых всей семьей на природе, где люди могут не только семьей, но и компаниями построить снежную фигуру, поучаствовать в конкурсе, который проводится в Центре внешкольной работы. Представлены русский хоккей, представлен зимний мини-футбол, также лыжные гонки. Большой интерес у посетителей праздника традиционно вызвал конкурс снежных фигур. Стараниями воспитанников детских садов, школьников, их родителей, учителей и воспитателей на лыжной базе поселились герои любимых сказок, вылепленные из снега. Колобок, царевна лягушка, курочка ряба, змеи горын, чем многие другие. Инициативная группа детского сада номер 31 создавала персонажей русской народной сказки «Заюшкина избушка». В этот раз у нас детки еще очень маленькие, они любят эту очень сказку, сочувствуют зайчику, хотя и лисички тоже сочувствуют, потому что домик у нее растаял, поэтому мы выбрали эту сказку. Пообщаясь с детьми, вот они предложили. День снега, по признанию участников, стал прекрасным поводом провести выходной на свежем воздухе и получить заряд бодрости и хорошего настроения перед рабочей неделей. Классная погода, сегодня тепло, даже вполне весело, очень интересно, креативно получается все лепить. Даже не ожидал, что так получится. Пришли, была маленькая кучка снега, а получилось очень даже красивое сооружение, так скажем. Также на лыжной базе работали игровые зоны, был организован забег в Кигуруме и семейный спуск с горы на Ватрушках. 21 января отмечается Международный день объятий. Ученые отметили пользу этого ежедневного ритуала для здоровья человека. В результате объятий повышается активность головного мозга, значительно укрепляется иммунитет. Этот простой и незамысловатый праздник можно при желании превратить в незабываемый день, как для всех влюбленных, так и для друзей. Как отмечать день объятий, саровчане выясняла наша съемочная группа. 21 января весь мир празднует лучший праздник в году, ну кроме Нового года и моего дня рождения. Международный день объятий. И мы пошли на улицы города, чтобы отпраздновать его вместе с горожанами. Пойдемте со мной. День объятий. У людей сегодня большой праздник, мало ли. Кто-то будет отмечать его дома, кто-то будет отмечать его на улице. Ну а мы отмечаемся со всем городом, и это классно. Сегодня Международный день объятий. Будем праздновать? Да. Давайте обниматься тогда. Все, все, все. У-ху. Ну вы поняли. Спасибо, девчонки. Хорошего вам дня. Вы знаете, что сегодня Международный день объятий? Объятий. Объятий, да. Слышали про такой праздник? Нет, не слышу. Это молодежь все это. Я вам что предлагаю. Давайте его прямо сейчас с вами отметим, как положено. Обнимемся? Давайте. Кстати говоря, врачи рекомендуют пять раз, минимум, обниматься с кем-нибудь. Ну, в принципе, мы обнимаемся. Вот мы ходим в храм, все уже друг друга знают, и мы обнимаемся и целуемся. Отлично. Отлично. Поздравляем вас. Хорошего вам дня. Сегодня большой праздник. Международный. Международный день чего? Объятий. Да что вы, давайте обнимемся. Надо сразу отмечать начинать. Конечно. Хорошего дня. И вам тоже. Спасибо. До свидания. Знаете, какой сегодня праздник? Какой? Международный. День объятий сегодня. Будем праздновать? Да. Международный день объятий – это тот самый праздник, который не потребует от вас ни финансовых вложений, ни какой-то определенной компании. Просто выходите на улицу и обнимайтесь. Всех вас с праздником! Хоккейный клуб «Саров Инвест» провел очередную игру в рамках 10-го тура чемпионата области. На этот раз соперником нашей команды стали спортсмены из Кстова. Несмотря на упорную борьбу, саровчанам не удалось одержать победу в домашнем матче. По итогам встречи хоккейный клуб «Саров Инвест» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата области. Подробности далее. Тяжелый и нервный матч, удаление, жесткая борьба за шайбу, овертайм и решающие булиты. В первом периоде хоккейный клуб «Кстова» заявил о себе, как и серьезном сопернике, отправив в ворота саровчан сразу две шайбы. Во втором нашим хоккеистам удалось сравнять счет. Команда «Кстова» немножко подсела, учитывая то, что все-таки более молодые, скажем так, игроки там в команде. Мы немножко добавили, соответственно, больше бросать стали, больше играть в нападения, больше добивать. Это привело к уравнению счета. В третьем периоде на льду развернулась настоящая борьба между командами. Буквально за две минуты до конца игры хоккейный клуб «Кстова» вырвался вперед, забив нашим спортсменам очередную шайбу. Но саровчане сдаваться были ненамерены и за 11 секунд до конца финальной сирены сравняли счет. 3-3 по итогам основного времени. Братского поворота нам не хватает и скорости. А так все нравится. Нам очень нужна эта победа. Пять минут дополнительного периода не повлияли на результат судьбы игры, решили булиты. Счет 3-4 в пользу хоккейного клуба «Кстова». Обе команды выглядели прилично. Саровская команда очень хорошая, хорошие ребята. И наши ребята тоже. Отдавались полной самоотдачей. Я со всеми доволен. Следующая игра хоккейного клуба «Саров Инвест» пройдет на выезде 26 января в Дальнем Константинове. Зима в самом разгаре. Самое время покупать новую шубу. Тем более, что в Ледовый дворец с выставкой-ярмаркой своих изделий приехала кировская фабрика «Зимняя сказка». Всего несколько дней у вас есть возможность приобрести шубу из качественного меха с ощутимыми скидками. Классическая норка и демократичный мутон «Теплый енот» и стильный кролик «Рекс». Более тысячи изделий из натурального меха представлены в Ледовом дворце на ярмарке «Зимняя сказка». Приобрести шубку или куртку со сказочными скидками можно 21 и 22 января. В этот раз для вашего города у нас специальное предложение. То есть вот такую норковую курточку можно приобрести по цене всего лишь за 27 тысяч рублей. Данную курточку из мутона по смешной цене 7 тысяч рублей. Также на нашей выставке есть и старые акционные приложения. Курточку из кожи можно приобрести по цене 4 тысячи рублей. И вот такую курточку из халфайбера по цене за 1 тысячу рублей. Натуральная шуба согреет вас в самые лютые холода. А ассортимент моделей на выставке «Зимняя сказка» позволит вам выбрать изделие по душе. Цены на мутоновые шубки здесь начинаются всего от 7 тысяч рублей. Это самый доступный мех, но при этом стильный и ноский. Современные технологии выделки позволяют шить модели, которые отвечают всем модным тенденциям. Необычный крой, различные расцветки, отделки рукавов и карманов удачно выделяют шубы от «Зимней сказки». Норковые шубы – это уже не просто пальто на зиму. Это удачное вложение средств. Прослужит такая шубка вам долгие годы и при этом никогда не выйдет из моды, потому что изделие из норки – это вечная классика. Шубы из чернобурки и енота для тех, кто любит очень теплое изделие. Модели автоледи для тех, кто передвигается на автомобиле и мечтает о короткой шубке. А еще шубы-трансформеры. Покупая одно изделие, вы получаете сразу три. Традиционно на выставке «Зимняя сказка» большой выбор курток из ака кожи и холофайбера, меховые жилеты, а также огромный ассортимент головных уборов, меховые варежки, домашняя обувь и сувенирная продукция. На нашей выставке представлен как наличный, так и безналичный расчет. Есть кредит на выгодных условиях. Для удобства покупателей на нашей выставке присутствует наша внутренняя рассрочка фирмы. И за наличный расчет в зависимости от модельки мы делаем скидочки до 50%. «Зимняя сказка» в Ледовом дворце 21 и 22 января с 10 до 19 часов. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Кирилл Осенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей.